Про остатки средств и новые поступления на Комитете по бюджетной налоговой политике в администрации Владимира обсудили изменения в городском бюджете. Так, например, в конце 2019-го стало известно о выделении городу средств из федерального и областного бюджетов негосударственным детским садиком. Сумма 1 млн 233 тыс. рублей будет направлена на создание 10 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Теперь выделенные деньги нужно отразить в бюджете. Всего во Владимире два негосударственных детских сада. Какому конкретно достанется эта сумма, пока неизвестно. Идет подбор негустарственного учреждения, которое бы могло выполнить все условия, которые описаны приказом Министерства просвещения. Одно из условий, например, родительская плата должна быть на уровне принятой в муниципалитете. Негустарственное учреждение, как вы знаете, родительскую плату устанавливает совсем иную, потому что за счет этих средств идет полное содержание детей. На решение профильного комитета для поправок в бюджете вынесли вопросы рекультивации свалки в микрорайоне Оргтруд. Напомним, недавно стало известно, что из федерального и областного бюджета в городу наконец-то выделили необходимую для проведения работ сумму. 51 млн 692 тыс. рублей – федеральные деньги. Еще чуть более 6 млн – областные. Заказчиком выступит городской отдел по охране окружающей среды. Работы должны начаться уже 1 мая. Выделенных средств должно хватить. Проект прошел сметную экспертизу. Кроме того, в соответствии с инфляцией сумма увеличилась на этот год. Именно этой суммы должно хватить полностью на рекультивацию данной свалки. Сделали технологическое, можно назвать корыто такое. Теперь нужно будет произвести уплотнение песком, скорее всего. Потом ложится такая пленка, так называемые бинты. Туда потом, я вот упрощенно говорю, потом туда складируется весь мусор, который там накопленный. Консервируется, делаются газоотводные трубы там, потому что будут образовываться газы в процессе гниения, переработки. И засыпается здоровым грунтом. И об остатках средств 2019-го, которые тоже должны быть отражены в бюджете. Как выяснилось, на 1 января 2020-го у администрации города оставалась сумма более 15 миллионов. В основном это областные субвенции. Самая большая сумма около 14 миллионов на дорожную деятельность. Судя по пояснениям, эту сумму так и не потратили из-за бумажной волокиты. В марте мы обратились в область, в июле лишь наша просьба была услышана о выделении средств на пиры, потому что проектно-изыскательские работы достаточно большие для бюджета, это 15 миллионов. И область приняла решение, пока мы их включали в бюджет, точно так же готовили конкурсную документацию, проводили торги. Контракт заключен ноябрем. Соответственно, проектно-изыскательские работы это не менее 6 месяцев. То есть по контракту у нас срок оплаты мая 2020-го. Теперь оставшиеся деньги уже вернули в профильные департаменты. И опять готовится письмо, чтобы эти средства городу выделили вновь.